Тебя создает то, что ты смотришь. Смотри лучшее. С вами IT и я, Настя Варюхина. Firefox OS именно так назвала Mozilla новую операционную систему для мобильных телефонов, способную противостоять Android и Mac. Новая операционка требует меньшей аппаратной мощности, что положительно сказывается на быстродействии. Принцип работы на открытом коде HTML позволит создавать приложение каждому, кто пожелает. Такова позиция гендиректора Mozilla Гарри Ковача. Интернет не должен никем контролироваться и должен работать на открытых стандартах, заявил он. С Mozilla уже готовы сотрудничать с фирмой LG, ZTE и Huawei. Появление такого игрока на рынке мобильных систем должно отбить желание у признанных лидеров диктовать свои условия. Компания Fujifilm собирается выпустить в производство терабайтные DVD. На одной стороне диска будет записываться 20 слоев по 25 гигабайт каждый. Цена же новых носителей будет меньше, чем у дисков Blu-ray. Однако на прилавки продукт поступит не раньше 2015 года. Новый формат сжатия KZ от китайского производителя. Он реализован в архитектуре Quai Zip и превосходит ранее известные архиваторы. Переход на новую программу не составит труда, ведь интерфейс полностью совпадает с архиватором WinRAR. 2012 год для игровой индустрии стал неоднозначным. Это были практически бесконечные сиквелы и триквелы уже хорошо нам известных игр. Продолжения в большей степени хорошие, есть даже отличные. Но уже, честно говоря, надоело одевать в энный раз белый ассасинский костюм и играть в очередную Call of Duty. Хочется чего-нибудь нового и свежего. Может уже в 2013 году. Но перед будущим шагнем все-таки в прошлое и вспомним лучшие, по нашему мнению, игры прошедшего года. Шестое место. Hotline Miami. Этот хардкорный маленький шедевр независимого игростроя стал настоящей бомбой в игровых кругах. И по праву считается одной из лучших инди-игр ушедшего года. Графическая составляющая Hotline Miami выполнена в 8-битной стилистике. А игровой процесс с некими отличиями вызывает стойкую ассоциацию с первыми двумя частями GTA. Суть проста. Есть локация, есть вы и есть куча врагов. Что надо сделать? Убить всех. И сделать это как можно кровавей. Также игра наделена потрясающе стильным саундтреком. И как это не удивительно, но в ней действительно очень сильный, чуть ли не сюрреалистический сюжет с двойным, даже тройным дном. Наслаждайтесь. Шестое место. Пятое место. Diablo 3. Да, в прошлом году наконец-таки вышла долгожданная Diablo 3. Многие фанаты, как это часто бывает, злобно шипели. Жаловались на поломанный игровой процесс с невозможностью самим раскидывать статы. Ругали обязательное подключение к интернету во время игры. Но это все детали. Diablo сорвала куш. Продалась огромным тиражом. Стала поводом адекватным фанатам залиться ностальгическими слезами. И самое главное, была отличнейшей игрой. Да, игровой процесс упростили. Да, слишком короткая кампания. Но самая главная ценность этой игры, что по ощущениям, это та же самая старая добрая Diablo. Возьми крутую дубину, убей сотню монстров. Пойди найди дубину покруче, убей две сотни монстров. Найди суперкрутую дубину, положи три сотни монстров. Повторить тысячу раз. И это прекрасно. Пятое место. Четвертое место. The Walking Dead. История темнокожего парня Ли и маленькой Клементины покорила много сердец. Walking Dead заработала в прошлом году много наград. В том числе и многими изданиями была названа игрой года. Но оно и не мудрено. Игра выделялась на фоне бесконечных шутеров, где надо давить на гашетку и пачками ложить врагов. Walking Dead рассказывала историю, интересную историю о выживании группы людей во время зомби-апокалипсиса. Да и не игра это вовсе. Весь геймплей сводится к неторопливым прогулкам по локациям и к задачам в стиле «найди это и принеси сюда». Это интерактивное кино. Визуальный роман, если хотите. А точнее будет интерактивный комикс. Каждый персонаж индивидуален и интересен. И практически каждому сопереживаешь. Одних жалеешь, других хочется придушить. Ну а если у вас в конце не навернулась слеза, то поздравляем, вы бесчувственный чурбанк. Четвертое место. 21 миллион долларов отсудили швейцарские железные дороги у Apple за плагиат дизайна часов для iOS 6. Такой суммы хватит, дабы обеспечить Укрзалезнытью на 170 лет. 3 миллиарда неиспользуемых мобильных телефонов находятся у пользователей по всему миру. Если продать все эти устройства, можно накормить 2 миллиарда голодающих. Более 1 миллиарда смс-сообщений отправляются ежемесячно в сети Киевстар, что приносит компании 400 миллионов гривен. Вы смотрели IT. С вами была Настя Варюхина. Помните, будущее совсем рядом. Оно в наших новостях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok